Административно Старый Царицын делился на четыре части, хотя первоначально частей было две. Первая часть располагалась здесь, в центральной части города. Вторая часть располагалась за Царицей, где сейчас Ворошиловский район. В начале 20 века была образована третья часть, она отделилась от первой за полотном железной дороги, там где сейчас улица Рокоссовская, Невская. А четвертая часть отделилась от второй, соответственно, там где сейчас Казанский собор, также за полотном железной дороги. Но это деление города на части было сугубо административным, оно относилось к полицейским участкам, к пожарным командам. А жители города делили Царицын совсем по-другому. Царицанин ориентировался в городе по народным названиям кварталов, не имевшим никакого административного закрепления. Ну, например, место, где изначально располагались крепостные стены, называлось крепость или старый город в народе. Или место, где сейчас находится площадь Ленина или Седьмая Гвардейская, называлось Балканой. Такое название возникло в связи с тем, что в 19 веке площадь Ленина современная называлась Балканская площадь. Ну или, например, место, где сейчас находится цирк, называлась Голубинка. Очень удобно было рядовому горожанину ориентироваться вот в таких названиях, потому что кварталы и по характеру застройки, и по внешнему виду довольно сильно отличались друг от друга. На сегодняшний день, к сожалению, почти все эти названия забыты, хотя еще в 70-е годы отдельные наименования использовались. На сегодняшний день из всех этих названий на слуху осталось только одно, единственное, последнее – Голубинка. Отсюда, с площади и далее, в сторону улицы Порт-Саида, шел район, который в народе назывался Преображенский Форштад. Вообще слово Форштад обозначает предместье. Действительно, когда Царицын представлял собой крепость, окруженную стенами, его окружали такие предместья или Форштад, их было три. Со временем Форштады слились с городской застройкой и стали просто кварталами. А вот Преображенский Форштад сохранил свое название. И вот сейчас за нами стоит арка дома, за ней начинаются две старые улицы – Волгодонская и Пролиткультская, которые как раз входили в состав Преображенского Форштадта. Мы сейчас находимся на перекрестке Пролиткультской и Волгодонской улиц. По сути, на сегодняшний день это никакие не улицы, а просто проезды во дворах. Но, к счастью, названия эти сохранились, и мы сегодня можем их наблюдать. Дома, которые расположены на этих улицах, стоят по отношению к основным улицам Волгограда под особым углом. Объясняется это тем, что в процессе послевоенного восстановления города дома, которые составляли Преображенский Форштадт, были практически полностью уничтожены. И улицы Комсомольская и Мира прорубались через ту часть, которую занимал этот квартал. И вот то, что мы сейчас можем наблюдать, те дома, которые здесь стоят, по сути, осколки старого большого Преображенского Форштадта. От всей некогда большой улицы Пролиткульской на сегодняшний день осталось всего два дома. Номер 3 и номер 5. Номер 3 построен в 20-е годы, номер 5 дореволюционный. Улицы Преображенского Форштадта выделяли среди всех в городе особенным способом наименования. Все улицы здесь назывались женскими именами. Екатерининская, Еленинская, Софийская, Надеждинская и так далее. Первой переименованной в 1909 году оказалась Елизаветинская улица, которую к столетию великого писателя назвали улицей Гоголя. Она и сейчас носит это название. В 20-е годы переименовали практически все улицы в Форштадте. Так улицу Варваринскую назвали Краснофлотской, Надеждинскую – Большевистской, Мариинскую – Банковской. Первыми на улице Анастасийской стоят два дореволюционных здания. Дом купца Алексеева и дом купца Донцова. Дом купца Алексеева, который дальше от нас, был крупнее. Он выходил на угол, на перекресток двух улиц и имел красивую закругляющуюся часть. Дом купца Донцова, который к нам, соответственно, ближе, значительно перестроен при послевоенном восстановлении и перестроен в наши дни. Видоизменен его фасад. Сегодня мы можем видеть здесь красивые дореволюционные ворота, которые выходили когда-то на Анастасийскую улицу. Ну а дальше по улице стоит группа зданий, которые назывались дома купца Мишнина. И первый, самый дальний по улице дом построен в 1880 году, а два других дома – в 1890. Александр Петрович Мишнин был известным в Царицыне купцом и домовладельцем. Его имя постоянно фигурирует в городской печати того времени. Имея в собственности часть целой улицы, Мишнин сдавал свои дома в аренду. Так, еще одно его здание, выходившее на привокзальную площадь, занимала почтово-телеграфная контора. Благодаря потомкам купца до нас дошло его фото и фото его супруги Антонины. Здесь, где в современном Волгограде проходит улица Комсомольская, в Старом Царицыне, да и в довоенном Сталинграде был самый центр Преображенского форштата. Именно здесь, на этом месте, стояло здание, давшее ему свое название – Преображенская церковь. Спасо-Преображенская церковь была изначально построена в 1771 году на средства купца Ермола и его жены Марфы. Первоначально она была несложной архитектурой, однако впоследствии неоднократно перестраивалась. Так к ней была пристроена сначала колокольня, а в 1903 году полностью изменена и основная часть храма. Это фото, сделанное с колокольни Преображенской церкви, показывает, как выглядел до революции старый Преображенский форштат. Перед нами улица Екатерининская, ныне Пролиткульская, на пересечении с улицы Софийской. В центре виднеется скругленный угол дома купца Алексеева, а правее него – дом купца Донцова. После революции Преображенский храм был закрыт, колокольни и купола снесены. Церковь была перестроена, и в ней разместился Гривический музей. Окончательно церковное здание было снесено в конце 40-х годов при строительстве улицы Комсомольской. К сожалению, сегодня от Преображенского форштата остались именно осколки. Буквально несколько домов, разбросанных по дворам Комсомольской и улицы Мира. Насколько обязательным был снос потери этих зданий? Дело в том, что после войны многие разрушенные во время Сталинградской битвы дома вполне подлежали восстановлению. Собственно, их и восстановили. А потом уже в 50-е, 60-е годы восстановленные в послевоенный период здания дополнительно сносились. Ну, например, целый небольшой квартал был снесен там, где сейчас находится переговорный пункт на улице Мира. Но, к сожалению, этого уже не вернуть. А наша задача, наш долг – сохранять то, что нам досталось наследие от старого Царицына. Субтитры создавал DimaTorzok